Вести ФМ Первые о главном Еврозона Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну что, поедем в Европу, в Еврозону. Посмотрим, как они там без нас, без нашего газа, без наших дров, без нашего чистого воздуха. Потому что на Евразийском континенте есть только одни большие и легкие. И этот орган находится на территории Российской Федерации. Это мы чистим воздух после того, как они его загрязняют своими выхлопными газами и прочими вещами. Но я хочу сегодня так окунуться в новость, которая не совсем политическая. Ее примазывают к политической, она абсолютно уголовная. Только что в новостях коротко об этом говорили, насколько этот скандал набирает, обороты не набирает. Значит, в Германии есть такая культура, политические силы устраивают так званный летний праздник. Выглядит примерно так. Перекрывается пол улицы, или арендуется три пивняка, или четыре, или один очень большой. Ставятся шатры, как правило, в этих шатрах символическая цена за пиво. Именно символическая. Не такая, как там везде, там от трех с половиной до четырех с половиной евро. А такая, рубь 50. В смысле, евро 50. И вся верхушка, вся партийная элита тусуется. И ты можешь, вот просто нет ограничений. Конечно, есть всегда скрытая охрана, всегда в гражданском. Ну, ты можешь поговорить с главой партии, вот так вот, подойди, спокойно пиво пей. Все подвыпившие, на самом деле. Многие решают свои карьерные вопросы на таких праздниках. И чем партия круче и больше, тем она ближе к правительству. Или коалиционно как-то она правительственная. То, понятно, и охраны побольше. И, знаете, такая атмосфера. Ты даже, если прорвешься, например, с тобой не хотят говорить. Ну, как-то тебя оттеснят. Или тебе просто скажут, так, не до тебя сейчас. То есть, они достаточно, они в данном случае, это функционеры от партии, прекрасно знают, как себя вести, когда не очень желательные гости. Это все партии делают. Летний праздник. Как правило, его совмещают коротко с последним пленарным заседанием, плюс-минус. Ну, потому что все разъезжаются. Потом дополнительно в Берлин ехать, такое дело. И, конечно же, есть первый стол, есть второй стол, или первая палатка, вторая палатка. И это не имитация. Это, на самом деле, такая джинсово-пивная атмосфера, в которой рядовые члены партии могут пообщаться с шишками. То есть, выстои в очереди, дождись правильного момента, можешь вскочить, подбежать, и как-то сказать, ой, у меня есть там вопрос какой-то. Шанс есть. И даже если глава партии будет генеральным секретарем, у тебя шанс с ним тоже есть пообщаться. Это культура. Это их политическая культура. Их это, в данном случае, немцев. И в очередной раз не собирается. То есть, на самом деле, журналистов не очень любят на таких местах. Потому что, ну, знаете как, расслабленные все, в жару пиво попили. То есть, краснощеки такие, пылающие. И, чтобы не выносить ссоры из СБ, даже есть вот такой определенный этикет. О делах стараются уже не говорить. Такие все предотпускное настроение. Радость встреч. Но, вот дальние стали и дальние киоски. Это для молодняка и не очень таких, в каком-то, я не знаю, карьерном росте успешных политиков. Такие тоже есть. И, понятное дело, есть всегда вот это вот политбюро или ЦК, Центральный комитет или исполком. Особо приближенных и реально тех, кто у власти. То есть, у вас шанс, ну, вплоть до того, что вы можете с канцлером Германии подойти там, чокнуться пивом. Не обязательно в этот момент small talk, то есть, короткий разговор. Типа, ну, Шольц, ты молодец или Шольц, ну, ты вчера сказал. Потому что, если критику нас не нужно сдавать, это никому не интересно, нужно лизнуть просто. Я серьезно говорю, это атмосферная вещь. Притом, это в каждой партии так. Разницы нету. Это этот год, прошлый год. Только во время пандемии такие праздники поотменяли. А так традиционно собираются. И вот сейчас этот скандал, который в Германии, он специфический. Значит, молодая девчонка, а, ну, если мы будем придерживаться немецкой стилистики, то человек женского пола в возрасте политического созревания. Молодая девчонка скажет мне сейчас, что я какой-то особо гендерно неправильный. Так вот, молодая девчонка алкоголь не употребляла. Сидела, ну, на этой вечеринке со всеми. То есть, имеет отношение как-то к социал-демократам. Потом встала, пошла домой. А потом она ничего не помнит. В Германии эти капли называются КАО. Ну, как нокаут. КАО и нокаутные капли. По поводу того, что они являются сексуально изнасиловающими каплями, это немного неправда, немного не так. То, что эти капли продаются, и есть несколько таких вариантов, их используют в малых дозах, эти капли, для повышения либидо. При регулярном потреблении, там, месяца три, может вернуться, например, интерес в возрасте, когда многим не хочется, в возрасте, когда не до этого, или тревожно как-то. В общем, в малых дозах безопасно. Да, и по поводу того, действует или не действует, еще, знаете, бабка надвое сказала. Ну, вот, в больших дозах вырубает. Вот. И неоднократно использовали много скандалов. Я вот сколько помню, всегда про эти капли, когда рассказывают, всегда это относится к каким-то тинейджерам, подростковым группам, где мальчишки заманили девчонок, потом решили, что вот они им накапают, и будет им счастье. Они сблизятся в интиме, и заканчивается все это, как правило, уголовным преступлением или еще чем-то. То есть, эти вещи происходят регулярно, уголовная полиция регулярно разбирается. И в связи с тем, что публикации часто бывают, то, в принципе, такой среднестатистический обыватель знает последствия и может осознать, что с ним произошло. И один из признаков – это неупотребление алкоголя, а потом полностью странное поведение. Ноги подкашиваются, голова гудит, кружится и вырубает. И вот эта девчонка была на этой летней вечеринке социал-демократов, и с ней именно это произошло. Когда она утром пришла в себя, она ничего не помнит, что было вечером. И я считаю абсолютно правильно, что умалчивает полиция о некоторых вещах, потому что если попытка изнасилования или изнасилования была, понятно, что ее должны были полностью исследовать, медицинская экспертиза должна пройти, то есть следы должны установить. Об этом молчат. Молчат об этом, скорее всего, в интересах жертв, иначе бы такого скандала не было. Я в данном случае предполагаю, потому что, как правило, это всегда одинаковая картина. И не то, что человек упал в канаве лежит. Нет. У него состояние другое. То есть он действует, он функционирует, он дышит, он разговаривает, смеется, притом потом ничего не помнит. И ощущение со стороны, вот действительно, как будто человек напился. Девчонка пошла в полицию, рассказала, что она ничего не помнит. То есть у нее признаки вот этого отравления есть. И решили сделать таксологическую экспертизу. Токсикологическая экспертиза установила, что да, ей что-то так и накапали. И вот этот вот разговор о том, что использовали капли изнасилования, нет вот таких капель, есть эти вот КО, которые просто вырубают. Мошенники и путы тоже пользуются этими каплями в совсем других целях. То есть никто их не называет каплями изнасилования. Это неудачные переводы все. И в кавычках еще писать надо. И полиция задумалась, что, ну давайте так, алкоголь она не применялась, сидела за общим столом, понятно, ее спросили, что ела, с кем сидела, с кем разговаривала, кто мог подмешать, как, а там всегда такая атмосфера, вы знаете, люди разговаривают с другом, знакомятся. Иногда ты человека больше не увидишь, но ты с ним стоял 20 минут и чем-то говорил. Может быть, потому что он слишком навязчивый и обязательно тебе хотел рассказать, как важно внести изменения в социальной политике Германии. А может быть, он действительно был приятным собеседником, и рассказывая про социальную политику Германии, ты слышал что-то новое. И там вот эти вот такие короткие политические флирты, они зачастую, это нормальный, это тон такой задный. И это специально делается для того, чтобы более-менее расслабленно познакомиться друг с другом и действительно доступ иметь к элитам, простым людьми. Но полиция решила, что ну плевать, что это правящая партия. Давайте мы поспрашиваем, может еще кто-то был рядом и пил из того же самого графина, ел те же самые огурцы-помидоры или пил крышон, мало ли, арбузно, шприцовали, например. И выяснили, что еще пять человек имели точно такие же ощущения, то есть головокружение и потеря памяти. Серьезно ли это? Я считаю, что да. Потому что даже если через четыре стола сидел канцлер Германии, ну извините, это действительно достаточно серьезная вещь. Можно ли расслабляться? Нет. Может ли это быть хулиганством? Может, конечно. Может ли это быть не хулиганством, а терактом? Тоже может быть. Да все что угодно может быть. И никто от этого не застрахован. Ни в каком государстве от придурков никто не застрахован. Это абсолютная уголовщина, конечно же. Но вот почему я уделяю этому времени? Вот новости, они четко на самом деле продемонстрировали. Дело в том, что внутренний чат слили. И слили с журналистом, потому что была попытка замолчать. Замолчать историю. Это внутренний чат не просто так. Ой, там у нас пять жертв. Откуда известно, что пять жертв? Потому что расследование началось. И попытка замолчать, обойти, мол, скандал, скандал. Ну вот, вот они нравы. Я понимаю, что всегда хочется замолчать, если какой-то скандал есть. И вот в последнее время такой тренд я действительно вижу. Журналисты стали сейчас какие-то специфические. То есть, редакционные политики действительно очень сильно выстраивают. Это вот фарвартер и русофобия, события на Украине. Они демонстрируют эту редакционную политику. А как быть, по статистике даже невозможно. В любом обществе найдется обязательно какой-то диссидент-оппозиционер, которому будет не нравиться ваша прическа. Как вы ходите, что вы думаете, что вы говорите о правительстве. Правительству не будет нравиться. То есть, статистически должен быть один недовольный профессиональный диссидент. И в этом отношении профессиональные диссиденты, конечно же, среди журналистов тоже есть. Но всех не уволишь. Ну, это правда. Но все равно сегодня интернет, блоги, при том люди, которые, может, теряют официальную работу, продолжают действовать, продолжают работать в направлении. Другое дело, когда, конечно, здесь не могу обойти это стороной. Когда определенные, жившие на российском финансировании журналисты, вдруг так секундочка, ба-бах, я смотрю, они уже так все уже имеют финансирование, пропаганда со стороны, например, немецких властей. Ну, потому что Deutsche Welle это абсолютная пропаганда, при этом это абсолютно под властями, медийный ресурс. Это никакое не общественное, не полезное. Это действительно рупор пропаганды, при том даже контрпропагандировать не нужно. Иногда настолько откровенно они, ну, до неприличия иногда увлекаются. Ну, подобрали таких людей. Ну, это так, знаете, по поводу того, что раз и переметнулись. Они не переметнулись, они всегда такие были. Ну, представьте себе, вот где-то существует общество, и там было воспето, да мы, да свободные журналисты. И вдруг пробуют что-то замять. Конечно, на примере там социал-демократов, где на вечеринке, знаете, так как пикантно носик покрутим. Нет. Все-таки смелость журналистская проявляется или редакционная. Когда тебя просят помолчать, а ты печатаешь. Вот это уже смелость редактора, не журналиста. Потому что журналист материал сделал, но не он его размещает. Соответственно, все-таки всегда на главредах. Или на выпускных главредах. И в этом отношении я заметил определенный тренд. Сейчас по Европе, ну, так проехавшись и пролетевши немало сотен километров, могу сказать, что объективные журналисты, например, мне прям такой большой рассказ подарили, рассказывая об австрийском журналисте, который военный журналист настоящий. И вдруг не сразу дошло, что он является не проукраинским. Именно объективность в нем побеждает. Но у него настолько сильный авторитет. Его сильный авторитет еще поддержали вручением ему премии, как самым лучшим на этой планете военному журналисту. А его отчеты, они на самом деле играли роль, например, в том, что сейчас в ООН признали вину украинцев. И разговор тоже, знаете, там документ, оригинал нужно еще читать. Частично, не частично. Но признали вину. А откуда вообще информация ООН? Вы что думаете, ООН пользуется разведданными Германии, Британии и США? Нет, конечно. Или украинцы им там придут и правду расскажут. Нет, конечно. Для этого существуют именно журналисты. И вот этот вот журналистский бунт, желание найти пикантную тему. Одно дело, конечно, это вот эти капли и скандал. Совсем другое дело, это понимая весь мейнстрим, понимая всю обстановку, которая существует. Те реверансы, которые существуют. То есть ты должен начинать статью со слов «Я осуждаю». Ты должен начинать статью «Не прекращается война». Там полное вторжение. То есть существует определенное количество лингвистических таких запчастей в конструкторе, которые нужно использовать иначе ну как. Ты же сегодня, если объективен, это значит, ты прокремлевский. И вы знаете, звучало раньше вот как какое-то оскорбление. Ну ты же прокремлевский, это оскорбление. А сегодня я связываю это по-другому. Если ты объективный прокремлевский, если ты прокремлевский, значит ты объективный. Или как? Когда я со своим собеседником сейчас вот разговаривал, мы как раз говорили о военной журналистике, о том, насколько она важна, именно военная журналистика. И что такое военные журналисты, есть ли кадры в Европе, и я так скажу, если там три военных журналиста есть, это хорошо. Именно профессионалы, которые понимают, как это, что это. Потому что все сравнения там со Второй мировой войной сегодня, когда у нас есть интернет и когда есть совесть, то в принципе могут не сработать. Иногда промолчать трусость, иногда промолчать смелость. Все зависит от материала, все зависит от событий. И вот в этом контексте, в будущем, я познакомился с людьми, которые имеют журналистскую школу. И запрос был, можно ли сделать встречу с теми, кто имеет именно военный опыт журналистики. И, конечно же, запрос имеет отношение сейчас не к Украине. Они хотят и с той, и с той стороны посмотреть и сделать. Вот именно с двух сторон, как это происходит, как вообще военная журналистика функционирует, что это такое. Не когда это хайп конкретно, ой, там стреляют, побежали, дышим, а потом бабах, выясняется, что это белые каски, и вообще-то тебя пригласили не как военного журналиста, а как проплаченную сволочь. Такое же тоже есть. И интерес, чтобы создавать собственное ведение, это же инвестиция в реальную политику, а не пропагандистскую. И вот этот вот обширный разговор по поводу военной журналистики, журналистики, появляются ли ростки именно размышлений или возможностей, когда люди публикуют. Да, альтернативная журналистика есть, конечно же, конечно, она практически вся в интернете, конечно, я сейчас о Европе говорю. Так просто не найдешь, нужно знать, куда залазишь. Но я увидел количество подписчиков. Мне показали пресс-киты, то есть описание этих СМИ. И я так скажу, суммарно, конечно, это уже перешагивает десятки миллионов в Европе. И финансирование минимальное. Страх, да, есть. Да, существует определенный этикет вот этого расшаркивания из-за такта, обязательно нужно что-то сказать адыка. Но потом ты начинаешь говорить. Так вот, я для себя сделал вывод. Я бы слово «объективная журналистика» сегодня заменил бы на слово «рассуждающая журналистика». Потому что объективно тебе другая сторона все время расскажет, что это, мол, неправда. Еще мало того. Ну, давайте так. Для меня объективная журналистика похоронена очередной раз. Это как бы, знаете, пришел, венок положил на похоронах объективной журналистики, когда первый телевизионный канал Германии рассказывает о том, что Россия бомбит Донецк. Понимаете? А потом все. Ну, о чем говорить с ними? Да, извиняются, говорят, у нас ошибка. Ройтерс на самом деле все правильно написал, а то мы тут неправильно написали. Ну, такой маленький нюанс. Как раз там Шульц ехал на Украину, понимаете? Ну, нюансик такой. Господи. Я, в основном, я них тоже не заметил даже. И решение, понимаете? Так вот, рассуждающая журналистика. Это я рад. Я должен анимизировать источник. Потому что подставлю просто человека. И тех других, кто принимал участие во время разговора. Знаете, как с интервалом каждые полчаса. И очень-очень интересная вот эта вот рассуждающая журналистика, она имеет какой акцент? Ну, например, первые дни спецоперации. Украинско-американская пропаганда зашкваре кричит о том, насколько сильно творит беззакония армия орков. И дает статистику по изнасилованным женщинам, по изнасилованным детям. Ну, любой человек читает, у него волосы дыбом встают. И блокирует любую попытку, даже тех, кто хочет приехать на место посмотреть, пока все это не будет декоративно обустроено. То есть, как спектакль. Помните, да, как в Бучу все западные журналисты приезжали. И если кто-то пробует порваться, сейчас Украина ему не дает. Ну, то есть, давайте подготовиться, мы вам там все покажем, все расскажем. Вот здесь черные пакеты, а вот здесь вот тысячи изнасиловых женщин. И вот эта подготовка пропагандистская, как ее лабать? И вдруг вот появляется вот слово. Журналистика, которая не объективная, а которая рассуждающая. Но если с такими темпами, давайте умножим, один день боевых действий, второй день боевых действий, 10 дней боевых действий, то примерно там убитых должно быть такое-то количество детей, такое-то количество женщин. То есть, пропаганда зашкаливающая, нужно один раз просто задуматься. И оказывается, обыватель не задумывается. У нас читатели, потребляющие информацию, не задумываются о том, что происходит. 2 плюс 2 в голове подвести легко. И для этого и существует новый вид журналистики, который именно в этом контексте работает. И да, конечно, сразу же называют их прокремлевскими, конечно же. И нужно иметь смелость. И в этой смелости, вот я задаю вопрос коллегам, говорю, как вы считаете, долго ли еще вам придется петь песни в свободном режиме? То есть, произойдет ли какое-то закрытие, наезд налоговой, еще что-то? Они говорят, а у нас вообще постоянно что-то происходит. Это не так, что мы живем свободно. При этом есть же, знаете, большие вечеринки, когда собираются большие журналисты, вручают большие премии, делают вид, что не замечают телеграм-канал, у которого больше 200 тысяч человек, и репортажи непосредственно, фото задокументированы, видео задокументированы, делают вид, что просто нет. А потом бабах и какой-то технический сбой. И бабах, все фотографии куда-то исчезли. И это 2022 год. Начал-то я с вечеринки в Германии и о том, что просто слили с журналистом. Таги Шпигель – это абсолютно берлинская газета. И в этой берлинской газете, знаете, ну там они входят, у них есть определенная цитированность, они входят, я думаю, в топ-15, но в топ-10 уже не входят в Таги Шпигель. Но они местные, поэтому произошло это все в Берлине, и непонятно еще кто слил. Знаете, под видом чат показали, точно так же и полиция могла слить, сказать, представляете, что у нас тут творится. И делают все вид, что ничего не произошло. То есть попробовали травануть женщин, и да, как правило, это используется для того, чтобы потом они не помнили, что с ними произошло. И вроде бы как они сами приняли. По поводу, может ли отразиться как-то сексуальный скандал, но он еще не совсем сексуальный, еще раз. Умолчали, может быть, потому что жертву как-то щадят. Применили ли только вот эти капли и вырубили пару человек. Или действительно была попытка изнасилования, или было изнасилование. То есть как-то, знаете, так обыгрывается недоговорками. Но вот может ли это повлиять на Шольца? Нет. Только в одном случае. Если Шольц дал личную отмашку, чтобы этот скандал замяли, тогда, да, тогда он полетит вслед за Джонсоном. И вообще принцип домино европейского, когда, знаете, посмотрел направо, Россию ненавидят, посмотрел налево, Россию ненавидят, посмотрел прямо, Россию ненавидят, пошел и повесился. Это в политическом контексте самоубийство же не только экономическое происходит в Германии. Политическое самоубийство Джонсона висело давно. И мне так нравится. Если вы послушаете, что сейчас пишет британская, французская, немецкая пресса, такое ощущение, что Джонса все не любили. Такое ощущение, что Джонсон-то не пополитик. Это гробовщик отношений Британии и Евросоюза. Это гробовщик отношений Ирландии, Северной Ирландии. Это гробовщик вообще как таковой консервативной мысли, потому что он выполнял функцию популизма, с Европой ни о чем не договорился. Это, да мать вашу, вы куда раньше смотрели? Это ваш премьер. Вы его назначали, избирали, поддерживали. Да, он нарушал там законы, там дурачился, клоуна себя изображал. Но когда он стал премьером, вы что, не понимали, кто это у вас? Вы сегодня говорите о том, что он не прав. И, конечно, на этом фоне, там, знаете, разговоры Зеленские, я думаю, нам оружие будут поставлять дальше. А если нет, я буду молиться, чтобы этого не произошло. Джонсон принял все, что только можно было сделать, поддержку органов. Э, подождите, подождите, подождите. Я сейчас читаю, что Джонсон, это человек, который неправильно вел политику Британии, неправильно занимал пост премьер-министра, что Джонсон, это катастрофа для британцев, что этот человек дешевым образом имитировал походку Инстана Черчилля, пробовал иногда разговаривать, как он, манернейший, как Инстан Черчилль. Ну, вы знаете, я тоже могу ходить, как Чарли Чаплин иногда. Может, на конкурсе Чарли Чаплинов займу двухтысячное место, но, тем не менее, попытаюсь. Это не значит, что я мыслю, как Чарли Чаплин. Или смогу оставить след в кинематографе, как Чарли Чаплин. И от того, что Борис Джонсон имитировал Инстана Черчилля, вы знаете, от этого никому не легче. Если все сейчас с цепи сорвались одновременно и рассказывают, какой он плохой политик, а что же вы неделю назад молчали? У вас язык где был? Посыпан сверху долларами и колючей проволокой одновременно? Поэтому вы молчали? Или это так принято? Пока здравствует, мы не трогаем. А как только политический труп, так можно от вольного, знаете, грязи поливать. И движуха, которая сейчас пошла, вы знаете, вот это вот обливание грязью. Мне Джонсон не симпатичен, мне Джонсон не важен. Мне важно, как Британия себя ведет. Знаете, Джонсоны приходят и уходят. И очень важно рассматривать британскую внешнюю политику не в контексте временщиков. А это мода в Европе. Временщики – это мода. Если не хватает авторитета, если не хватает глубокомыслия, если не хватает системного подхода в управлении государством, то это можно, например, очень просто, очень быстро купировать в СМИ тем, что прийти в ближайшие магазины и купить в пакетике поларбуза. Или же надеть специально дурацкую шапочку, выставить себя так случайно, вроде как бегающим человеком, знаете, такой эдакий спортсмен. Два раза пробежался, и два раза почему-то было такое количество журналистов. И всегда была как будто утечка. Может ли Шольц по такому же принципу слететь? Только в одном случае, если он хоть полслова сказал. Но разница между Британией и Германией в этом отношении сильна, потому что в Германии все-таки не так откровенны имперские амбиции, как в Британии. В Германии они есть, конечно же. Еще раз, не так откровенны. И уйдет Борис Джонсон. Ну что, Британия вдруг объявит о том, что пересмотрела свои внешнеполитические доктрины, считает, что она делала ошибки во внешней политике, начиная от Евросоюза, от беспошлиной торговли, от черной дыры в этой беспошлиной торговле, которая называется «Ирландская проблема». Нет, конечно. Перестанут ли они делать подляки, заниматься креативно этими подляками в отношении России? Нет, конечно. Какая разница, кто там будет, Борис Джонсон или не Борис Джонсон? Это система. В этой системе просто рулит определенное время, при том, как правило, короткий период. Но в последнее время, вы знаете, все больше и больше можно говорить точно. Там же Байден очередной раз зачитался по своей шпаргалке. Громко выдохнуть, громко вдохнуть, встать, похлопать. Два раза. Я думаю, кто-нибудь его тролльнет, ему напишут, что нужно делать. И тут такой текст, чтобы уже окончательно Байден слетел. И будет ли Джонсон цепляться за свою власть и максимально каждый день? Это теперь уже просто как естественное поведение со стороны Джонсона. И то, что описывают комментаторы. Притом, еще раз, такое ощущение, что эти комментаторы вчера не существовали. Не получали возможности публиковать с критикой статьи по Джонсу. Сейчас прям как с цепи сорвались. Будет ли он цепляться за свое кресло так, чтобы как можно дольше продлить агонию сбитые утки? Думаю, да. Ну, плюс два дня дополнительных посидеть там на этой Даунинг-стрит 10. Ну, а почему бы и нет? И правительство в Британии должно быстро, быстро вот измениться, поменяться, чтобы не было определенного паралича. Или все-таки есть возможность как-то так, знаете, так замедленно все это делать. На самом деле разницы никакой. Какой может быть паралич у власти в Британии? У них даже четкой оппозиции нет. Они вроде как есть, эта оппозиция, но это оппозиция в борьбе за кресло, где и сейчас, кто будет формировать кабинет министров, на каких условиях. Но не с тем, что Британия делает. Британская экономика находится достаточно в плачевном состоянии. Вообще это удивительная вещь. Вы знаете, вот эти экономики, которые, например, в отличие от Германии, что производит Британия? Ну, так. Германия мощный индустриальный кулак, а Британия что производит? Ну, кроме воровства и отмывки денег. Они же выработали тоже такую очень интересную систему. Представьте себе, что вы индус. И у вас разваливается страна. И на развале страны за взятки, за коррупционные какие-то составные вы смогли взять и, например, то, что строили 70 лет люди, приватизировать. И вы теперь стали большим промышленником. Потом вы половину этого на металлолом продаете. Потом вы делаете хитрые операции в банке, закладывая сами себе что-то. И у вас есть миллионы. Куда вы снимаетесь со своего обитаемого индусского острова? Конечно же, в Британию. Живете там, покупаете дома. Иногда грустно заканчивается жизнь. И так живете, пока вдруг британцы не захотят арестовать счета. Они коррупционеров со всего мира подобрали. Тех, кто воровал деньги, тех, кто нечестно зарабатывал, тех, кто даже разыскивался полицией, тех, у кого серые схемы по деньгам были. Всех подбирали. А потом что? А потом просто не выплачивают назад. Молодцы, если честно. Пираты были, пиратами остались. И знаете, в оценке того, почему Борис Джонсон вдруг вылетает со свистом из своего кресла, я думаю, виноват только один человек. Один единственный. Не подумайте. Нет, нет. Виноват Борис Джонсон. Он сам виноват, что он теряет это место. Почему? Ну, потому что, опять же, вчера я говорил в Еврозоне, что время такое и политиков, что есть форма. Посмотрите на форму там министра иностранных дел Германии. Я сейчас не о женщине, я о другом. Я сейчас о политической форме. Посмотрите на Джонсона. Форма есть. Содержания нет. Они пустые. И в кризисный момент они начинают рассуждать с точки зрения, вот опять же, здесь уже действительно нужно говорить об украинизации всей Европы. А зачем вам профессионалы, товарищи европейцы? Возьмите только не тех, кого называть популистом правоконсервативной силы, а вот настоящих популистов, таких как Джонсон. И кризис правительственный, который может быть в Британии. Какие выходы? Можно ли параллельно поставлять оружие, обучать солдат украинских и оружие поставлять на Украину? Продолжать вести русофобскую деятельность, организовывать, например, возможность для британских солдат вести диверсионную деятельность на территории Украины против ДНР, ЛНР и против России? Ну, конечно, все это останется. Никто не изменит мышление. И когда я говорю, что у них нет там оппозиции, это как Соединенные Штаты Америки. Они делают вид всегда, что они там друг с другом борются. Это две фракции одной партии. Ни больше, ни меньше. При том, если взять партию русофобов, так они вообще единый целый монолит. Какая разница, кто там пришел? Разница в том, что один больше к промышленникам склонен и к капитализму, и понимает, что спекуляции на бирже – это хорошо, но приносят деньги только узкому количеству людей. Я прошу прощения, небольшая пауза. Да, пожалуйста. Я обожаю эту техническую паузу. Если бы ее не было, ее бы надо было придумать. Как раз успеваешь сделать ровно глоток кофе. Так что хромая утка Джонсон, вы знаете, будет цепляться, не будет цепляться за власть, посмотрим. Я считаю, что он будет. При том, что Джонсон все-таки профессиональный еще и провокатор. Ну, давайте так, по-честному. И вы такие постоянно степ, английский юмор, все, что хотите, ему приписывайте. Но если взять внутри британскую историю, то он не довел одно дело до конца. Понимаете? Разрушая отношения с Евросоюзом в экономическом сотрудничестве, ведя имперскую... Хотя понятно, почему он вышел. Прекрасно понимаю, что сейчас бы пришлось под Брюсселем быть, а так тут можно самому как-то. Еще можно придумать государства такие, например, новые образования. Британия, Украина, Польша, Литва. Представляете, новый Евросоюз такой. И попробовать туда оторвать еще кого-то. Ну, там, коррупционную Румынию, коррупционную Болгарию. Что в таком духе. Ну, вот одно дело все-таки Джонсон не довел до конца. И мешал он все-таки этому делу. Я, конечно же, говорю о референдуме в Шотландии насчет того, что Шотландия все-таки хотела бы плюс-минус 50%. Знаете, сегодня 48, завтра будет 51. Шотландцев хотели бы остаться в Евросоюзе. Это связано со многими вещами. Начиная от того, что, например, Шотландия экспортно ориентирована на Евросоюз. А внутри Британии у нее мало возможностей поддерживать собственную экономику. Плюс, если идут рассуждения, например, о сепаратизме каталонцев, что они были в первую очередь против того, что основная часть, которая выдавливается из самого богатого региона Испании, Каталонии, тонет в темных коридорах Мадрида. При этом обвинение не просто в коррупции, не просто в распи... А просто так, знаете, раз и исчезли деньги, непонятно куда. А вы что думаете, в Британии все по-другому или что? Шотландцы точно такую же претензию ставят. И, между прочим, британцы такую же претензию ставили Брюсселю. Что непонятно куда уходят деньги, как они уходят перепроверить нельзя, возможностей нет. Так вот, я жалею, что Джонсон не довел этот вопрос до конца. Ведь Джонсон, по своей сути, он сепаратист. Он был в Евросоюзе и своими политически сепаративными настроениями он вывел Британию из Евросоюза. Притом достаточно жестко. И сейчас вдруг вспомнили, вот я сколько помню, говорил о недоговороспособности Британии, Евросоюза. Сейчас вдруг выясняется, что это Джонсон недоговороспособный. Что он хотел жестко, как можно быстрее разорвать отношения, а потом разбираться. Мол, какой он плохой политик. Что же вы такие смелые европейские комментаторы? Потом и французы пишут, и немцы, значит, бельгийцы, значит, все пишут. Ну, понятное дело, британцы о том, что Джонсон недальновидный, недоговороспособный. Ха! Слушайте части Вести ФМ, Еврозона и будет вам счастье. Я на это вам скажу. И вы знаете, по поводу Джонсона, вот есть очень интересный момент. Представляете, вдруг заговорили. Это очень важно, потому что, между прочим, не все поддерживают отставку Джонсона. У него есть, понятно, его близкий круг, который говорит, что он еще и вернется. Так вот, ушло время таких Джонсонов или не ушло? Но вдруг, представляете, Джонсон, который считает себя, конечно же, незаменимым. Ну, просто незаменимым. И решил выдать он речь, посвященную собственной отставке. И за эту отставку Джонсон не на себя взваливает вино, а заговорил вдруг о стадном инстинкте. Вау! Скажу я. При том, что вот Тори – это стадный инстинкт. Вау! И отставок-то много. Принцип домино срабатывает. Покрывали же друг друга они. И это министры-консерваторы, которые уходят, потому что мне нравится, что делает их премьер-министр. И у них стадное чувство. И нет индивидуальных личностей, нет профессионалов. У них просто стадное чувство. Как-то раз в одной из телевизионных передач я сказал, что Столтенберг для меня на самом деле не является политическим деятелем. Столтенберг – это пастух, которому дали стадо, и он должен хлистать таким тонким прутом, пока прут не сломается. И делает так, чтобы это стадо шло по определенной дороге. А дальше ты уже входишь в деревню. Вот у меня эти очень яркие воспоминания из детства. И у меня рука не поднималась так хлистать корову. Хотя мне мои четвергодные братья объясняли, что им не больно. А смысл очень простой. Чтобы коровы не разбежались, они должны идти по определенному маршруту. И нужно как-то их все время вот сгонять именно в стадо. А когда они уже вошли в деревню, они уже сами знают, где чей дом, сами подойдут. И там и хозяева встречают. Вот для меня это Столтенберг. Это эдакий малолетний пастух в политическом контексте, который пинает, сконяет. А на самом деле у каждой коровы есть хозяин, каждую корову подует этот хозяин. И только есть один дояр Соединенные Штаты Америки, который хочет дать всех сразу. Или собирать оброк со всех них. И вот это функция Столтенберга. Если Джонсон говорит о стадном чувстве, то оказывается нас как минимум двое. Я и Джонсон. И только Джонсон это говорит о своей партии, а я это говорю вообще как о политическом тренде. И в первой части сегодняшней программы я говорил о том, что вот журналисты, ну странно, как так может быть? Среди ста человек, ну нет ни одного не оппозиционно мыслящего, не диссидентствующего. Вот такие все одно и то же говорят. Вот точно так же с политиками. Да ведь это же налицо. Стадное чувство западных политиков. При этом отличаются они по высказываниям практически. Вот если переводить с помощью языка эсперанто, что и как они говорят, ну отличаются, не знаю, на процентов на пять, на какой-то местный диалект у них политический может быть. Говорят все одно и то же. Говорят трафаретами, говорят шаблонами. Я, конечно же, сейчас говорю о России устами западных политиков, которые вот жуют, не пережевывая одни и те же стандарты, которые сами же себе и подбрасывают. И вот в словах Джонсона по поводу стада, ну мне его не жаль, и вообще британцам мне в этом отношении абсолютно не жаль стада, значит стада ими управляет. Стадо у вас министры были, так вам и надо, значит у вас стада министры. Вчера вот по поводу барана и новых ворот я сказал, сегодня про коров. И вы знаете, слово стада я слышу постоянно теперь. На тот или иной лад все время, вот когда говорят о западных политиках, ну назовите мне, не мейнстримовского западного политика, который просто хоть чем-то выделился бы. Это действительно тусовочка стадного инстинкта политического. Да, они единомышленники, при том друг друга все время поддерживают в этом единомышлении, но оно не свободное, оно не парящее, оно безвязионерство за судьбу собственных государств, национальных интересов. И эта новая форма политического присутствия в Европе, она конечно же абсолютное стадо. Если в Британии стадо, ну опять же, ну ребят, ну сколько вам министрами управляли, ну что я могу сказать, так вам и нужно. Я не злорадствую, я констатирую факт, так вам и нужно. И массовые отставки, не массовые отставки, вы знаете, ущерб все-таки, который Хаот Джонсон может своим хаотическим уходом сделать, ущерб, который Хаот Джонсон может не сделать, это все вопросы опять же, все британцы. Внешняя политика переосмышления, вот представьте себе, что сейчас новый премьер-министр скажет, все, нужно вводить дипломатические усилия, ставим жесткие условия Украины, оружие поставляться не будет, пока они не сядут за 100 переговоров. Ну невозможно это, невозможно, они являются заложниками вечного изображения вот этого достойного политического лица в своем собственном мейнстриме политическом, не больше, не меньше. И знаете, вот Джонсон когда обещал там в 19-м, что будет Brexit, и он его сдержал, я считаю, что это достоинство, обещал, сделал, пацан сказал, пацан сделал. И перед ним помните еще такого политического действия Тереза Мэй, помните? Забыли они. И, кстати, обязательно во втором часе, конечно же, я пройдусь по, и вопросы я вижу и в Телеграме, и в WhatsApp по поводу того, что европейских послов, но не только европейских послов Зеленский отзывает. И по поводу Мельника, опять же, все сорвались, все пробуют быть объективно честны по поводу послов, но это в следующем части. А сейчас я призываю, давайте поднимем число в Телеграм-канале у меня еще на пару сотен, потому что вот как скажу, так знаете, у нас получается вместе это сделать. И очень хорошо получается. Действительно, осталось совсем немного и будет уже 23 тысячи. Но сейчас 22 832 человек, просто прекрасное число. Так вот, назад к Джонсону, чтобы поставить окончательную точку. Конечно, успехи у него были, конечно. Конечно, он яркая личность, конечно. И односторонность, к которой он действовал, это определенный был вызов. Вызов вот этой вот костлявой, абсолютно неподвижной системе в Евросоюзе. И Борис Джонсон по отношению к ним, конечно же, он был бунтарь. И, конечно же, европейцы с большим удовольствием пинком под задом будут его сейчас пинать в СМИ, чтобы он чувствовал, что он нелюбим. Потому что он им показал, что протест иногда себя оправдывает. Может, он не очень, там, знаете, задумался над Брекзитом, но он смог это сделать. И это был вызов таким, как Урсула, таким, как Боррель. Людям, которые не умеют с новой информацией жить, выживать в кризисных ситуациях, недоговороспособны по своей политической сути. И, конечно, они Джонсона очень не любили, хотя улыбались, встречались, обнимались. Знаете, прикольный парень, но этот прикольный парень на самом деле им сказал, пошли вон. Ухожу я со своей стороной от вас. И не нужно мне ни таможенные какие-то, ни пошлинные какие-то переговоры с вами. Будет трудно, значит, будет трудно. Но я с вами не буду. И я думаю, что в этот момент тогда еще Джонсон думал, потому что вы стадо, а я нет. Да, Джонсон не стадо. При этом, опять же, знаете, стадо не стадо, хромая утка. Будет ли он слышен? Ну, в Британии традиционно. Если он не будет пытаться снова проявиться, то есть нужно перемолоть как-то там скандалы и прочее, вернуться в политическую арену, то просто о нем забудут. Короткий эпизод. Точно так же, как забыли то резюме, которое было перед ним. Ну, была, ну и что? Где она сейчас? Да никто не говорит. Временщики. Они не о стране беспокоятся, не о Европе, не о мире, не о процветании, не о национальных интересах. Они беспокоятся только о себе. Еврозона Вести ФМ Первые о главном Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова